Друзья, здравствуйте! Решил записать еще одно отдельное видео про двойной и тройной урожай с одного листика. Сейчас я буду высаживать листы фиалки, которые укоренились. И также я буду садить листья фиалок, которые я уже использовал для черенкования. И вот из них уже я в прошлом видео отсаживал кусты. Получилось 6 кустов с вот такого вот листика, казалось бы, незрачного. И в общем, теперь в первую очередь я буду садить уже с корнями, старую землю я беру. Я буду садить в новый стакан, в новый грунт, в свежий, те листы, с которых я уже взял урожай. Я его снял и уже рассадил. А также новые листы, с которыми буду работать. Они уже также образовали детки, но я их буду сажать в первый раз. Поэтому посажу их все в один стакан. Даже вот такой вот лист я тоже посажу. Он еще восстановится. Корни старые я пообрываю. А сам черенок листовой я посажу в грунт. И будет он еще расти. Он обвятший, так как он был совершенно неполитый. Но он еще на новых корнях наберет себе силу и даст еще новое потомство. Поэтому обопру его на этот. Или вообще ему поставлю такую шпажку. Но пусть пока он так и побудет. Может быть сейчас и попробую это сделать, чтобы он слишком не шатался. И не выбивался. Если он, друзья, слишком мягкий, посажу его или отдельно, или в самую последнюю очередь. Так как он подвял. Но пока поработаю вот с этими листами, которые уже укоренились. Что касается, друзья, повторной посадки. В общем, во-первых, как вы знаете, я листы разрезаю вдоль самого черешка. Чтобы они давали больше кустов дочерних. И листья я сажаю повторно. Притом, я сажаю как фиалки повторно. Также повторно, вот эти вот уже даже с кустами. Также и повторно я сажаю и цветоносы Гваксинии. Гваксинии, вот у меня Кайзер Вильгельм. Они размножаются прекрасно цветоносами. Цветет у вас, цветет Гваксиния. Вы взяли ей, срезали цветонос. Цветонос завязывает точно такие же клубни. Я цветонос даже и в воду не ставлю. Просто сразу его сажаю в грунт, в лесной с кислориакцией. И после этого он там какое-то время побудет. И точно так само, как и листья фиалки, он вообще без проблем укореняется. Совершенно. И что касается размножения повторно уже посаженными черенками с вот такими корнями. И получению от них кустов. Работает совсем. У меня получилось три урожая. Четвертый уже проблематичный. Так как лист уже сам истощается. Но вот вам покажу пример. Такой Кайзер Вильгельм от этого материнского растения. Я получил с повторной посадки листа. Это был лист вот такой вот. Но самый-самый нижний, самый-самый тонкий. Я его посадил осенью, в прошлом, в 2019 году. Сейчас он, это материнское растение проснулось. С того листа я собрал урожай. И этот я посадил повторно. И с повторно выращенного, с повторно посаженного листа был выращен вот такой вот черенок. Уже клубень завязавшийся. Тут оно растет вместе с толстянкой. Так как я лист воткнул туда, где было место. И с него в этом году взял еще один верхушный черенок. И теперь тут будет еще две почки. Одна и вторая. И потом будет третья и четвертая. Листы, что касается особенностей. У гваксиней с повторной посадки листьев или цветоносов детки получаются все же немного меньше. Они не такие толстые, как получаются с первого урожая. Но получаются. Так что, друзья, пользуйтесь данным методом. Используйте рационально посадочный материал. Посадочный материал очень-очень хороший. Если вы сажаете его в правильную почву. Даже посадочный материал, который, казалось бы, длительное время проработал. И вам кажется, что он свое. Уже дело сделал. На самом деле нет. На самом деле он способен на гораздо большее. Так что, вот так вот, друзья. Садите, размножайте растения. Всего вам самого хорошего и доброго. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями. И, друзья, до новых встреч.